МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помощник президента, инспектор Пагомельска в области Юрий Витольдович Шулейко завтра проведе прием грамадян у Житковичах. Ее надбудется с 10 до 13 годин у районным выканавшим комитете. Записаться на прием можно по номеру телефона сектора по работе со зворотами грамадян и юридичных особ. Значная частка российской брендовой продукции вырабляется с выкористанием белорусской сыровины. В этом журналисты двух краин смогли переканаться подчас пресс-туру Тульскую в область. Олег Синтюров наведал неколькие предприемства, где вырабляется знакомитая продукция. Вот так вопица знакомитая тульская перника. Технология, в принципе, не сокретная. Алиполторит смартфон, минавито тульских перников, в уничьих местах немалчима. Некто каже особливых ингредиентах в той же воде напрыгнуть, а некто спасается на особливую теплую руку местовых работников. Свою официальную историю тульский перник отличивает с 1685 года. Навод докладная дата народжения есть – 5 жюня. В оселях мрази минавито у гэтый день тут проходит масштабная урочистости, промеркованная до гэтой падеи. Инша справа, что повторить смак больше 300 годов и давнины уже немалчима. До советских часов рецепты были настолько строгой тайной, что ими не делились навод с близкими родными, хоть некие обовязковые для всех потребований были завсёды. Обязательно используются растительные узоры. Есть надписи. В надписи есть секрет. Сделана она в зеркальном отражении. Некоторые формы пряничные, которые делали больше 100 лет, 200 лет назад, были сделаны с ошибками, потому что люди тогда грамоты не так хорошо владели, как мы с вами сегодня. Сегодня у Тули некольких утворсуперников. Олег-Кандытовская фабрика «Ясная поляна» сярует их самое великое, что вот тут вырабляется 20 тысяч тонн продукции. Правда, набыть ее в Беларуси не завсёды махчима. У нашу краину отгружается максимум 10 тонн. Перники корыстаются значным поопытом. Причим, вырабляются они за выкрыстанием беларусской сыровины. Непаторный смак надое у тымняку и павидла, якое поставляет наша краина. Не обыходится без беларусской сыровины и ящедного предприемства. Компания «Юни Левер» в отворце харчовой продукции. У приватности для мороженого тут выкрыстовывается наше молоко, а для майонеза и кетчупа – мазырская соль. Импорт беларусских ингредиентов у него подковы, да брендовые продукции, жёсткие потребования, да речь, россияне строго сочить за санитарным станом не только на наших предприемствах, а и на своих. Для того, как конкурировать, необходимо быть бездокорным. У нас очень сильный внутренний контроль и у нас полное соответствие всем санитарным и государственным требованиям и нормам. Перед запуском фабрики был строжайший аудит, то есть мы проверили всё на соответствие всем нормам, совместно с государственными органами и внутренним аудитором компании. Громадская патриотичная акция «Моя Украина-2017» протягивает шестья по районных центрах Гомельской области. Причим ни в одном городе яна не подобная на инше. У кожного свои особливости. У минулую субботу святошную эстафету приняли у Калинковичах. За ходом акции назирала Ганна Каральчук. У Калинковичах проведение акции «Моя Украина» супало с днём семьи, кохании и верности. Гэта свято примеркована до Дня памяти святых Петра и Февронии Муромских. Тому и большесть мероприемства присвечена умоцованию семейных каштовностей. Раница и от храма Казанской иконы Божьей Мати стартовал велопробег, який проводится уже четвертый раз. 150 человек рушило колонны на керунку монастыра в Юровичах. Едем очень дружно. Кто-то едет для удовольствия в этот день, кто-то едет для молитвы сугубой. Посещаем источник святым царственным состатсерцем. Там также совершается у нас молебен с водосвятем, крапление наших велопробегцев. Также мы приезжаем в монастырь, нас там встречает игумен Аксентий, наместник нашего монастыря. Совершается молебен чудотворной икони Божьей Матери Юровичской. Беседа очень интересная, чайпития, экскурсия. Свято протягнул показ мультфильма «Сказ про Пятра и Фяуронню». Далее эстафету принял городский парк культуры от Пачинку. Тут разгорнулись интерактивные пляцовки, выставы и майстер-классы. Одночасово отбылся финал районного спортивного споборництва «Серот команд сельских советов. Здоровый я, здоровая краина». Что год, супрацовники сельгазпродприемства, лясництва, школ, коммунальных господарок споборничают за право представлять свой сельсовет на районном конкурсе. Ах, это не простая задача. Полоса пирожков, соправду, и спартанская. Откуда раньше росли спортсмены крепкие? Александр Медведь, много фамилий могу назвать. Конечно, из деревни. И сегодня много наших деревенских в городах, но все равно они из деревни. И они сегодня становятся чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр. Ну а задача наша, нашей местной власти, это чтобы люди занимались физкультурой. Еще один районный конкурс накированный на поддержку шлюбу и семьи. Тата, мама, я, моей краины, дружная семья. Объеднают четыре команды. Для семьи отчек у делу конкурсов уже стал традицией. И они представляли свой район на областном и республиканском узровнях. Набывши в опыту делу, и сами стали организовывать подобное споборничество для калинковицких семьев. Кажут, тут справа совсем не в титулах. Это выдатное и корисное баулене часу. Участвовали мама, папа, я. Здоровая семья, здоровая. А футбольная семья на области мы заняли второе место в этом году. Сегодня мы будем участвовать здесь в дружной семье. А завтра у нас семейный турнир по лазертаку. Семья – это основа вообще не только здорового образа жизни, а вообще существования. Чем больше вместе, тем здоровее, лучше мы растем и понимаем друг друга во всяком случае. Акция «Моя Украина» разнобаковая и предугледживает самые разные мероприемства. От показу модели уадзения до показальных выступлений у воротовальников. У каждого района своя программа, а ли одна задача – притягнуть насельництво до реализации корыстных справ. Завершилась акция «Великим концертом творчих коллективов региона». Ганна Коральчук, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Калинковичем. До инших тем. У Гомельском районе пройшов семинар-тренинг «Школа выживания у инвалидной колясцы». Его отделниками стали молодые инвалиды-колясочники. Мета-семинара – подрихтовать их до працы в медицинских установах. Они смогут оказать поддержку людям с аналогичными травмами. Дмитрий Котов с подробностями. Мета-семинара – повышение компетенции удельников и применение отриманных ведов в практичной работе с людьми, которые отримали травмы позвоночника и их родными. Плануется, что будущие немолодые инвалиды смогут працевать в отделениях больниц, где находятся пациенты-спинальники. Необходные навыки удельники отримывают подчас проведения тренинга. Организаторы уверены, что самый эффективный способ передачи ведов – ровный, научая ровного. Вот этот семинар, он даст возможность и толчок, наверное, к этому этапу нашей работы. И эти люди в колясках, они в будущем будут работать как в областной больнице, клинической больнице, в отделениях нейрохирургии с такими людьми после операционного периода, в госпитале инвалидов отечественной войны, ну и в домашних условиях, где проживают такие люди. Это в первую очередь тыжится психологичной поддержки. Вельмень часто люди после травмы застаются сомнацем со своей проблемой. До помогшей переодолеть психологичные барьеры, никто не сможет лепш, чем ты, кто с этой проблемой сутыкнулся ранее. Тяжкое захворывание не перешкоджает многим инвалидам-спинальникам быть полновартостными членами громадства. И своим прикладом у дельники семинара повинны и остальных закликать до активного ладу життя. Что происходит после травмы? Человек попадает в новую жизненную ситуацию. Он не знает, как жить, он не знает, как одеться, он не знает, что ему положено. Когда приезжает человек с опытом, который прибегается в коляске, который живет в этой коляске уже давно, ведет социально активный образ жизни и рассказывает ему о том, какие проблемы есть и как этого избежать, это очень полезная информация и человек ему верит. Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадиокампания «Гомель». Я – патриот. Под такой назвой сегодня у Гомеля открылся городский профильный военно-патриотичный лагер. Он ладится на базе войсковой части 55-25. Выхованцами лагера стали 27 подлетков. Это школьники, которые стоят на разных видах улику у инспекции по справах неполнолетних. На протягу 9 дней они будут жить и заниматься на базе войсковой части. Их чекает сопроводный курс молодого бойца. Строгий распорядок дня, строевая и огневая подрыхтовка. Забавляльно-познавальная программа, включая экскурсии, встречи с ветеранами, спортивное споборництво. За эти 9 дней они к концу закрытия лагеря будут готовить свою визитку. То есть, как они за эти 9 дней самоизменились. Покажут элементы строевой подготовки, как они научились. И покажут, как они умеют разбирать, собирать автомат Калашникова на время. То есть, все, что можно для ребят, чтобы они как-то изменились и почувствовали самоизменение в лучшую сторону. Это и в прошлом году тоже результат был. Вядомый российский поэт-сатирик Владимир Вишневский выступил в Гомеле. Широкую вядомость он отримал, дякуючу работам о оригинальном жанре гумористичных однородковьев. Творчая сустрэша проходила у Белой гостиной Палаца Румянцевых и Паскевича. На протягу сяго вечера у зале пановала атмосфера тонкого интеллектуального гумору, а звус на угледачу не сыходила усмешка. Творчость у Владимира Вишневского самобытная и неординарная. Зараз он один из самых цитуемых российских аутаров. Цитирую и буду понять все, что вам женщина простила. Она еще не раз припомнит. Еще же сверхвоспетого всего, что вас хищает в существах воздушных. Умение не видеть ничего. И видеть все, когда им это нужно. Совет тебе, гусар, как никому. Не спрашивал у женщин, почему. Поэт так не умеет сочинять, как женщина умеет дать понять. Литературная карьера Владимира Вишневского распачалась больше 35 годов тому. Сегодня юншурока вядома, як аутер 18 книг, владальник шэрогу прэстычных литературных прэмий, актер кино и ведущий телевизийных программ. Як признается Владимир Вишневский, на поэтичную творчасть, яго натхняют каханья, цяброуства и саможитцем. Что тучится секрету популярности, на думку аутера, яго няма. Головное, уздымаючи актуальные темы, заставаться ширым и открытым. Вы знаете, можно угождать зрителю, вычислять, что он хочет слышать с разными словами, гарантирующий успех. А можно быть верным себе, и если ты совпадаешь с пониманием публики, это хорошо. У меня пока это есть. Поэтому, не навязывая свой изысканный вкус никому, ощущение смешного рождает правдоподобие жизненное, то, как затрагиваются болевые или актуальные точки нашей жизни. А главное, что всегда нас восхищает, и меня лично, это реакция народа безымянного на те или иные явления, социальные и даже погодные. Спис закрытых пляжей в регионе пополнился. По выниках опошних лабораторных доследований воды, обмежавано купание на Нараулянском пляже, а так само на месте от подшинку «Каскад-1» у центральном районе Гомеля. А кроме того, протягивает денежать обмежавание на Ароповском возере у Советском районе, на Новобелецком и на Левобережье, широкий Припять у Мазыры. У этих местах концентрация кишечной палочки у воде перевышает гигиеничную норму. Усе забороненные для купания водоемы обсталяваны специальными табличками. У Вогулю на сене в регионе 43 официнные пляжи. Кожны знаходятся под пильным контролем в санитарных службах. Проверки проводятся что-то день. Запреты купания устанавливаются не просто так. Есть гигиенические нормативы по качеству воды. Превышение определенного содержания микроорганизмов говорит о том, что риск повышен. Даже при банальном несоблюдении правил личной гигиены люди находятся на пляже долго и принимают пищу. Может быть, не все моют руки. Поэтому это все может привести к развитию кишечных инфекций. Для избежания этого всего необходимо все-таки обращать внимание на эти запреты. У регионных и тем ты не придет спякота, а разом с ее на больнице. Как поведомили областными гидрометцентры, на завтра обвешен оранжевый узровень небеспеки. Поветро в день прогреется до плюс 29-34. У ночи по паудневому заходе, у день на большей части территории чакаются дожжи на больнице, местами моцной ливни и град. У особных районах шквалистые узмацнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. Моцные дожжи из пякота прогнозуются на протягу усяго тыдня. У пятницу температура поветра знизится до плюс 25-ти. Гэты и иншые новины вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvgomil.by Далее у эфиры «Спортивный агляд». С новинами «Спорт» у вас познаемить Максим Савин.